Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Главе Баира, глава, в которой уже полным ходом идет сложный процесс избавления. И, казалось бы, до этого, в конце прошлой главе, все началось совсем неплохо. Вроде бы, евреи готовы были выйти, и Маше мы приняли более-менее нормально. Но в нашей главе, после того, как Всевышний, да, обещает Маше выходить из Египта, мы сразу видим реакцию нас с вами, нашего народа, когда мы говорим, что мы не могли услышать Муше мекко церуах вавуда каша. Что означает, мы не могли его услышать, потому что дыхание у нас было слишком частое, короткое дыхание, и понятно из-за того, что мы тяжело работали. И на поверхности достаточно понятна эта фраза, что мы были настолько заняты каторжным работами в Египте, потому что и поэтому у нас не было времени просто подумать о чем-то еще, и вы наверняка знаете Медраж, где объясняется, когда Муше и Аром пришли к фараону и сказали, let my people go, то фараон только повысил норму производства, и евреев просто не хватало времени для того, чтобы думать о каком-то избавлении. Но говорит пророк Миха о том, что Как при выходе из Египта покажу тебе чудеса. Сегодня наше избавление, это такое же избавление, как было при выходе из Египта. И не только в том, что мы каждый день должны заново выходить из Египта. Нет, выход из Египта это был прототип, как и изгнание. И изгнание, и избавление от Него, в котором мы находимся сегодня. Если провести эту временную параллель, нет, я не занимаюсь ни в коем случае к ликушествам, то сегодня, в конце шестого тысячелетия, мы как раз и находимся в нашей недельной главе, когда у нас короткое дыхание, когда мы не можем услышать Муше. Объясняет Симха из Двинска в своей книге Меше Хохма о том, что еврейский народ не мог услышать Муше о его призывах к земле Митавана, о его мечте отстроенного Иерусалима, храма, получения Торы. И говорит он, что не могли мы это услышать из-за кшаэй-йом, из-за ежедневных забот. Вот мы находились, мы находимся в рабстве бытовухи, в рабстве занятости тем, что нас окружает в этот момент, и мы не можем мечтать о чем-то большем. Мне кажется, что это непосредственно отношение имеет к нам с вами, потому что и сегодня мы находимся в том же самом рабстве быта, будь то по-плохому, когда диктатура пролетариата нас не только изменяет нашу жизнь к выживанию, а пределом наших мечтаний становится, ну просто, чтобы было что поесть, ребенка тепло одеть, что одеть, ну в крайнем случае дача с огородом и машиной, ну еще икра на стол на Новый год. А если ты о чем-то мечтаешь, большим, чем просто выживание, то ты уже не скован одной цепью, или не дай бог вообще думаешь о земле обетованной, то ты вообще враг народа. Но и сегодня, это не только вчерашние, но и сегодняшние фараоны точно так же вгоняют нас в рабство быта или скорее потребительства, консюморизма, где наши мечты определяются более дорогой машиной или еще более крутой сумочкой или фотографией на курорте и количеством лайков в инстаграме. Мы точно так же не можем подумать о чем-то, помечтать о чем-то большем, чем мы с вами. Парадоксально, умение мечтать или видеть вещи сны, оно непосредственно связано с дыханием. Да, именно сегодня в нашем рабстве консюморизма очень популярно говорить толковать сны, ходить к каким-то толкователям или толковательницам, и сегодня даже с точки зрения иудаизма пытаются сделать. Но еще тысячи лет назад наши мудрецы сказали, ребята, сегодня нету вещих снов. Почему? Потому что мы не спим так, чтобы увидеть какой-то сон, который нам действительно может о чем-то рассказать, а наш сон, он абсолютно поверхностный. Нам сегодня снятся не какие-то вещания или мечты сверху, нет. Это наше разыграшивающее сознание, ну иногда подсознание. Говорит Равьосиф Карра в своем магнум опус шулхана руха, в основном своде еврейских законов, в законах о омовении утром, омовении рук после сна, о том, что настоящий сон, это сон, в котором за полчаса мы делаем 60 дыханий. То есть, другими словами, в минуту два вдоха и выдоха. Ну, по очереди, понятно. Это очень глубокое дыхание, сами попробуйте. Мы сегодня так спать не умеем. И только тогда, когда у тебя именно такой глубокий сон, тогда вступают силы то, что говорят наши мудрецы, что сон это 1,6 смерти, где часть нашей души уходит к своему первоисточнику, и там нам действительно что-то показывают. Другими словами, мы разучились дышать глубоко. Мы сегодня точно так же суетимся, как и тогда, только под каторгой, но сегодня мы сами себя вгоняем в эту каторгу суеты, и не умеем глубоко вздохнуть, не умеем мечтать. Поэтому, дамы и господа, дышите глубже, мечтайте. Тогда мы увидим и выход из Египта, и обратим внимание и на Муше, и на Машеха. Дышите глубже, мечты сбываются. Успехов! До встречи! Пока!